Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Михаил Эдуардович Слепцов. Здравствуйте! Известно, что с 23 января этого года появилась новая форма работы с обращениями граждан, так называемый народный контроль. Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, действительно, с 23 января текущего года у нас на официальном информационном портале сахагов.ру, жители Республики, наверное, о нем наслышаны, это основной информационный портал, который рассказывает о деятельности органов государственной власти Республики. На нем открылся модуль народный контроль. История создания этого народного контроля уходит, это двухлетней давности, если все, наверное, жители, политически активные, по крайней мере, жители следят за теми или иными событиями. Так вот, в 2015 году в своем обращении к Государственному собранию ЛТМН глава Республики Егор Афанасьевич Борисов обозначил те направления, в том числе и форму взаимодействия органов государственной власти с обращениями. Он обратил внимание органов госвласти, что необходимо становиться ближе, реагировать более оперативнее. Исходя из этого, получив такой наказ и обращение поручения, скажем так, от главы Республики, администрация главы Республики и правительства Республики начала работу. И вот в течение полутора год мы завершили и запустили 23 января эту модуль в работу. Михаил Эдуардович, а каким образом происходит это взаимодействие органов государственной власти и граждан? Какова форма вообще? Какова форма обращения, получается, нужно зайти на официальный информационный портал sahagov.ru, и как только открываете, сразу же на главной странице есть заставка народный контроль. Народный контроль, и там есть подать обращение, окошечко, кликаем на нее, как говорят, да? Да, вот прям пошагово. Да, пошагово кликаем на нее и уходят. Но единственное, вот сейчас мы столкнулись, что по обращениям жителей смущает, что там необходима регистрация на портале госуслуг. Ну, хочу заметить, что... Но это несложная процедура. Да, несложная процедура. На сегодня и в Российской Федерации, и в Республике Саха-Якутия, как мы знаем, Республика является передовым регионом на Дальнем Востоке по продвижению госуслуг. В каждом у нас районном центре из МФЦ, через МФЦ продвигается форма оказания электронном виде государственных услуг, муниципальных услуг. Сейчас вот с Нового года там даже есть более такие продвинутые, как там паспорт получить, там водительские права, ну все знают, информации очень много. И получается, вот, если вы зарегистрированы, логин у вас есть, вы через этот логин заходите. Если не зарегистрированы, нужно обратиться и зарегистрироваться. Ну и, соответственно, там есть несколько разделов. Мы выбрали для себя такие актуальные направления, как РДА, который волнует жителей республики. Это работа и жилищно-коммунального хозяйства, и благоустройства, и качество оказания государственных и муниципальных услуг. Выбирайте, щелкаете, описывайте тот вопрос, который есть, да, специфика. И, как бы, мы ожидаем, что на этом модуле будут обращаться более оперативные вопросы для того, чтобы решить. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что некоторых смущает то, что нужно зарегистрироваться, завести свой личный кабинет, да? Но насколько вот активно якутяне восприняли вот эту новую форму взаимодействия? Ну, на сегодня, как бы, то, что я сегодня у вас в студии, да, в студии, это одна из форм того, чтобы мы, органы власти, начинаем продвигать. Продвигать среди граждан, да, что появился такой модуль, что можно, возможно, воспользоваться. У нас жизнь меняется, темп убыстряется, и поэтому для себя те посылы, которые глава государства для нас устанавливает, да, посылы Владимира Владимировича Путин, президент Российской Федерации, глава республики Егоров Анатевич Борисов, мы, например, 10 дней отдается. То есть, если в обычном официально обратиться, как положено, там, письменно, да, то, получается, 30 дней отдается, да, то на портале, на этом модуле «Народный контроль» мы установили для себя 10-дневный срок для решения той или иной задачи, которую ставит гражданин перед органом власти. Скажите, пожалуйста, а кем рассматривается заявка, вот, которая поступила? Заявка, если технически, как бы, процедуру оговаривают, как вы только подали, она регистрируется, ее вообще модуль «Народный контроль» администрирует у нас вновь созданное управление по работе с обращением граждан администрации главы и правительства республики. Адематически идет рассылка тому органу власти, который ответственен. На сегодня, вот, как я сказал, мы выбрали те направления, которые считаем интересны и более будут востребованы гражданами. Это 15 органов власти, начиная от социального блока, там, Министерство труда и социального развития, Министерство образования, здравоохранения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Министерство строительства, Управление государственного жилищного надзора, Управление по лицензированию алкогольной продукции, выдачи. В том числе мы предложили и откликнулись на наше предложение федеральной структуры, это Управление ГИБДД по республике Саха-Якутия, Управление Роспотребнадзору по республике Саха-Якутия и Гострудинспекция. То есть очень широкий такой круг вопросов, которые возможно решить при помощи народного контроля. Вы сказали, что отводится 10 дней, а вот тут надо уточнить, 10 дней конкретно на решение проблемы или на то, чтобы передать эту заявку в соответствующие органы? Да, конечно, 10 дней на решение проблемы и более того, гражданин, который подал обращение, он имеет возможность отслеживать, как решается и идет работа по тому вопросу, который он поставил перед органом власти. И каким образом он это может делать? Это на портале, кому передано, кому как, кто сколько. То есть наглядно будет видно, кто как работает по обращению. То есть можно отследить это и увидеть. И в конце, более того, подать, выставить оценку. А, вот я хотела только что спросить, будет ли дана возможность. Тут же прямо можно выставить по пятибарренной системе, как в школе? Да, да. Отлично. Оценку выставить. Ну, хочу сказать, что модуль, он не костная такая структура, да. Мы, исходя из пожеланий и характера обращения, готовы меняться и будем меняться. В частности, мы уже сейчас видим какие-то вещи, которые можно было бы сделать более, скажем так, техничные, эргономичные и удобные для граждан. Если у граждан в ходе обращения возникли какие-то предложения, замечания по работе модуля, да, мы тоже ждем и открыто для рассмотрения, будем благодарны. Если смотреть другие регионы, вот эти модули народный контроль, в каких регионах еще есть? Если есть, то какой там опыт? Да, это не ноу-хау республики. Такие модули есть, ну, все передовых в таких вещах, как республика Татарстан, республика Баштатарстан, Московская область, город Москва. Опыты мы их изучили и постарались те вещи, которые они уже применили и нашли положительный отклик жителей этих субъектов Российской Федерации, применить и на нашем модуле. Ну, для того, чтобы вот эта система более плодотворно и эффективно работала, нужно ведь создать абсолютно равные условия для всех, я имею в виду те районы, улусы, где существуют проблемы с интернетом и так далее. Как решается эта проблема? С интернетом немножко немой функционал, скажем так, но в целом жителям республики известно, что и органы власти, и правительство республики, Саха-Якутия, глава республики, очень пристальное внимание уделяют для того, чтобы устранить, скажем так, цифровое неравенство. Для примера скажу, что в республике построено за пять лет несколько тысяч километров оптоволоконных линий. На Дальнем Востоке мы вообще лидеры и передовики. И недавно глава нашей республики Егор Афанасьевич встречался с министром связи и коммуникации Российской Федерации Никифоровым. И был отмечен положительный опыт нашего министерства связи, Александра Ильича Борисова, в частности, что такими темпами, как мы продвигаем и работаем по направлению устранения цифрового неравенства в таком большом макрорегионе, как Дальний Восток, ни у кого нет. И приводился пример для других наших соседей. Скажите, есть ли уже какая-то статистика, вот с 23 января этот модуль уже появился? 23 января люди поступают обращение, но вот последнее у нас обращение поступило с города Якутска, да, обратился гражданин и попросил такой вопрос, как, ну, казалось бы, мелкий для целого органа власти, для республики, это часы работы управляющей компании, кассы, да, по приему платежей. Гражданин обратил внимание, что работает в такое же время, как обычный мы с вами, то есть с 9 до 18 часов. То есть вынужден человек уходить или свой обеденный перерыв, да, или как-то решать. На сегодня и городские власти, да, и управляющая компания понимают, и руководитель управляющей компании принял решение, чтобы в субботний день тоже установить график работы по приему платежей. Вот, то есть наглядный пример того, чтобы есть, и хотел бы еще раз подчеркнуть, для чего модуль создан, да, он не для того, чтобы какие-то консультуальные вещи, да, обсуждать, а именно вот для как раз таких оперативных вещей. На которого, может быть, с первого взгляда не обратишь внимание, а тут граждане. Ну, для граждан, оно актуально для каждого гражданина. Ну, мы уже все знаем и чувствуем, что на сегодня вообще тренд работы органов госвласти, и федеральных, и республиканских, это найти и решить проблему каждого гражданина. То есть вот этот вот модуль народный контроль, он как раз призван для того, чтобы вот точечно решать проблему каждого гражданина, республики, жителя. Михаил Владимирович, а есть ли какие-то требования к оформлению этой заявки? Нет, основное требование это в свободной форме обращаться, да, но единственное, там нужно будет адрес, соответственно, конечно, указывать, да, обращение. Есть возможность прикрепить видеофайл, чтобы достоверность была. Вообще, у нас, почему вот есть, вот когда мы задумывали народный контроль, да, размышляли, нужна ли регистрация на портале госуслуг или нет, да, ну, наверное, мы угадали, потому что в связи с изменениями в федеральное законодательство, да, с 1 января, например, такой показатель, есть 94-й федеральный закон, который регулирует проверки предпринимателей. Да, от защиты прав, вы знаете, наверное, на НВК неоднократно это обсуждалось, когда там прокуратура регулирует, этому закону уже более, там, 5-7 лет. И на сегодня для того, чтобы, если вы хотите пожаловаться тоже на действия органов госвласти, да, то необходимо, чтобы заявитель был именно зарегистрирован на портале госуслуг. То есть, если вы будете обращать внимание, там, того или иного органа власти, на некачественную или недобросовестную работу конкретного служащего или органа власти, то вот как раз регистрация, она нам поможет и принять конкретные действенные меры. Не в целом, там, глобально, да, решить, а проблему конкретного человека. Спасибо, я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Михаил Эдуардович Слепцов. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Спасибо.